В Йемве первых постояльцев принял новый корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов. В трехэтажном здании с Соколем теперь могут с комфортом разместиться 50 человек. Все повещения оборудованы с учетом нужд маломобильных граждан. Условия жизни новоселов оценил министр труда, занятости и соцзащиты Илья Семешкин. Подробности у Натальи Литкевич. Отделение милосердия у нас заполнено полностью. Отделение психоневрологического профиля, где проживающие имеют возможность частично себя обслуживать. У нас на данный момент заполнено 17 койки с 22, но я думаю, что в следующую неделю мы это все заполним. Директор дома-интерната Андрей Лопатин об удобстве нового корпуса может говорить часами. Все в этом здании сделано с учетом многочисленных требований и предписаний. Местительный лифт, просторные светлые комнаты с собственными санузлами, новая мебель, поручни и кнопка вызова. Интерьером интерната могут позавидовать руководители многих подобных учреждений. Здесь есть и кухня, и столовая, тренажерный зал, смотровая для лиц с ограниченными возможностями. И даже такое необычное, но очень удобное устройство, как бельепровод, по которому использованное белье с этажей напрямую попадает в комнату для стирки. Но мы очень благодарны, потому что я знаю, что это такое, таскать мешки, если мне Бог встретить, вот этот сокарь, это было бы ужасно. Постояльцы своим новым домом довольны. Родственники многих из них места в таком интернате психоневрологического профиля ждали годами. Николай раньше жил в подобном же учреждении, но в Сыктывкаре. Открытие этого корпуса позволило ему переехать поближе к родителям. Чем вы в интернате там занимался? Спортом или чем? Я спортом, да. Разом, да. Здесь мы, конечно, здесь у нас нет, но здесь есть ЛФК-зал, такое можно что-то сделать. Тренажерный зал. Тренажерный зал, да. По словам министра труда, занятости и соцразвития КОМИ, с открытием этого корпуса в республике полностью ликвидирована очередь в подобные учреждения. Впервые за последние несколько десятков лет. Этот проект мы бы не осуществили без помощи пенсионного фонда. Надо отдать должное Кареловой, заместителю руководителя Совета Федерации, которая непосредственно ведет вопрос и контролирует именно социальную защиту в Совете Федерации. И вот благодаря ее помощи и содействию, ее ходатайству, Пенсионный фонд Российской Федерации выделил софинансирование. И получив это софинансирование, мы смогли убедить дальше правительство республики КОМИ, что здесь есть средства, которые мы можем привлечь в федеральные, надо добавить свои и решить вот эту проблему. Республике реконструкция здания бывшей коррекционной школы обошлась в 150 миллионов рублей. Подрядчики сработали на совесть. Я испытываю гордость за нашу отрасль, в первую очередь. Когда я работала, таких условий у нас не было. И я сейчас очень даже доброй завистью завидую нашему министру Илье Васильевичу, что ему удается строить, возводить и создавать вот такие учреждения. Открытие этого интерната позволило создать 34 рабочих места. Некоторые из них пока вакантны. В районе не хватает нужных специалистов, особенно медсестер. К тому же уход за проживающими в этом учреждении нужен особый. Психоневрологический профиль, то есть пациенты не всегда адекватны, требующие еще большего внимания, большего ухода. Ну и вот отсюда, в общем-то, и проблемы. Решить кадровую проблему руководство района намерено привлечением специалистов из северных районов республики. А для трудоспособных постояльцев самого интерната, по словам главы района, работа найдется. Есть определенная квота для тех пациентов, которые здесь находятся и проживают. И те виды работ, ну будем говорить временных работ, мы постараемся обеспечить. В том числе это работы по благоустройству территории, как самого города Емвы. Также у нас есть крупное предприятие, завод ДВП «Плитный мер», где производят плиту. Ну и другие мелкие предприятия. Это седьмое учреждение психоневрологического профиля в республике. Аналогичные интернаты действуют в Сыктывкаре, Ухте, Эжве, Прилузском и Сысельском районах. Уже после запуска проекта президент России поручил ликвидировать очередность психоневрологические интернаты до конца 2017 года во всех регионах. В КОМИ это задание выполнили досрочно.